Топ-1 от общего числа преступлений – незаконный оборот наркотиков. Далее – кражи и грабежи. В сухой статистике мокрых дел не так много – всего 4. В абсолютных же цифрах рязанский криминал насобирал почти три сотни дел. Октябрьским районным судом города Рязани в первом полугодии 2021 года рассмотрено 277 уголовных дел в отношении 324 лиц. Обвинительные приговоры постановлены в 180 случаях в отношении 216 лиц. Уголовные дела по насильственным преступлениям, таким как убийства, практически все резонансные. Самое громкое из них – дело Красавина. Два года назад, в феврале 2019 года, мужчина приехал в свой частный дом, где у него снимали угол люди, скажем так, пролетарского склада. Там у хозяина произошел словесный конфликт с пьяным потерпевшим по фамилии Макаренко. Красавин выдвинул требование покинуть дом, однако Макаренко отказался, выругался в отношении Красавина нецензурной бранью. После чего Красавин на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении Макаренко физическую силу, а именно сдавил двумя руками шею Макаренко. Вместе с жильцом дома Красавин закатал тело в ковер, увез в садоводческое товарищество и зарыл в подвале заброшенного дома. Пропавшего Макаренко искала без преувеличения вся Рязань. Подключились поисковые отряды, им помогали правоохранительные органы. Параллельно опросили Красавина и жителей дома. Те в один голос утверждали, что пропавший Илья Макаренко ушел сам. Тело удалось найти только спустя год. Первая версия на момент возбуждения была какая-то, что он там никого не видел. После того, как он показал труп, у него была другая версия, что это преступление, ну даже не то, что преступление, а вот эта вот смерть Макаренко были причинены его товарищам. То есть Макаренко на него напал, товарищ пытался его оттащить, обхватил веревкой за шею и в результате этого Илья погиб на месте. Но эта версия была разбита, проведена экспертизой. Были разбиты и следующие четыре версии, минимум четыре. Красавин показывал самые разные удушающие приемы, но эксперты опровергли каждый эпизод. Как итог, на суде 25 марта коллегия присяжных единогласно признала Красавина виновным. Наказание в виде девяти лет в колонии строгого режима и ограничение свободы на год. Другое уголовное дело уходящего полугодия менее громкое, но по жестокости не уступает предыдущему. Все было по классике. Пара сидела на кухне и распивала спиртное. Потом возник конфликт. Сужденный на фоне возникших неприязненных отношений, чувства злости к ней нанес потерпевшей кулаком руки один удар в область головы, от которого она упала на пол. Затем разорвал надетую, но потерпевшую футболку, а также стянул с нее штаны и трусы. Сразу после этого нанес ей удар в область передней поверхности грудной клетки. Женщина получила еще не меньше девяти ударов. Но на этом пьяный ухажер не остановился. Он перетащил девушку без признаков жизни на подоконник и вытолкнул в окно. 9 марта ему вынесли приговор. 13 лет в колонии особого режима и ограничение свободы на срок полтора года. Это не первая его судимость. До этого срок он получил почти за такой же. Несколько лет назад этот же мужчина убил свою молодую жену на третий день свадьбы. Но того срока для исправления, видимо, оказалось мало.